увидеть машеха и третий храм хотите увидеть третий храм все приезжайте в иерусалим скоро третий храм спустится с неба и вы его увидите так все итак сегодня у нас глава которая называется пинхас 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 можно ставить ударение так и так значит и мы сегодня дошли я не знаю мне сегодня показалось что понял уже все что надо знать о жизни из этого сегодняшнего отрывка такие прямо здесь есть глубокие вещи мы дошли до того что пинхас убил зимри и козби это были люди которые публично оскверняли имя всевышнего он их убил бог его сделал после этого первого священников установил с ним союз брит шалом союз мира дал ему орден мира и значит из потомков пинхаса не пинхас стал первосвященником чтобы не было неправильно я понят а из потомков пинхаса потом появились первосвященники теперь после этого сказал сказал всевышний пересчитать еще раз весь народ израиля всех пересчитали получилось 601 тысяча семьсот тридцать человек ровно 601 тысяча семьсот тридцать человек и вот сегодняшний отрывок это мужчин ставший двадцати лет и сказал бог моше говоря вот для этих 601 тысяча семьсот тридцать человек разделите землю в наследство по по именам значит получается у нас очень интересная ситуация дальше он говорит лера в тот кто многочисленный до семья дайте ей больше надел а те кто мало численные дайте им меньше надел наследство и шлифит куда ютанна халата каждому человеку по его количеству будет дано его наследство наследственную дел земля дальше он продолжает только бегораль и халек это арец значит по жребию разделите землю по коленам и по по домам значит смотрите как было было 12 колен которые вышли из египта 12 сыновей якова 12 было как бы племен родов в народе израиля назывались не колено шватим на шевет это как на иврите и их было 12 сыновей якова но один из них леви он стал священником и священник он прикреплен ко всевышнему у него нет у него удела земли ему все остальные братья 11 братьев дают 10 процентов от своего заработка которые они получают и обеспечивают колено леви колено священников теперь но йосеф который был который был уникальный скажем так он он был как сказать ключевой можно сказать из сыновей якова да такой потому что изначально яков хотел ну не буду возвращаться в книгу берешит но йосеф должен был быть его главным сыном первенцем но получилось там так как получилось в общем сыновьям йосефа и фраиму и минаши яков сказал я вас поднимаю на уровень своих сыновей вы мне теперь как сыновья и опять стало 12 колен которые получали землю и одно колено как бы 13 до леви колено леви это колено священников теперь вот они подходят подходят они к земле израиля значит изначально как должно было быть всевышний вывел их из египта они должны были через 50 дней получить тору получили после этого должны были зайти в землю израиля зайти и разделить но они подошли к земле израиля послали 12 разведчиков вернулись разведчики сказали мы не зайдем весь народ начал плакать впустую не было причины плакать но они поверили в лошонара в злоязычия начали сомневаться во всевышнем в ну и так далее то есть все же сказал нет значит раз вы вот такие вот которые мне не верят после всего что я для вас сделал на 40 лет пока все не умрут из этого поколения и они на 40 лет вернулись в пустыню 40 лет они были в пустыне кушали ман готовились 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 потом подходить опять к земле израиля и опять значит они начинают зачем ты нас вывел из египта очень начинаются какие-то опять движения восстания короха там ночи человек как бы его не бывает что человек становится святым да в какие-то моменты каждый человек может стать святым каждому человеку может открыться всевышний каждый человек может переживать какие-то моменты высочайшего духовного подъема и этот же самый человек в моменты когда он гневается когда он набухался например да полностью может превратиться в чистое животное которое вообще у него ничего человеческого не остается это вот то что мы наблюдаем вот эти вот колебания между святостью и животностью которые мы наблюдаем в том поколении ну и в нашем тоже и вот они подошли уже к земле израиля и прошло 40 лет вот здесь идет сейчас им указание как разделить землю с одной стороны очень важно вышло 600 тысяч 603 тысячи вышла из египта то поколение которое вышло из египта они должны были унаследовать землю по родам с другой стороны в данный момент когда прошло 40 лет было 601 1730 человек между которыми надо было разделить землю но надо было учитывать тех которые вышли из египта то есть там целая система я сейчас не буду глубоко входить нас это особо не нас интересуют не теоретические нюансы а что нам из этого да что мы из этого для себя можем выучить теперь как надо было разделить землю между теми которые были по именам да по родам гораль жребий значит нужно было разделили земля израиля 12 табличек каждому колену было 12 частей разделена земля израиля и 12 колен и жеребием вытаскивали табличку с названием на дело земли и вместе с ней вытаскивалась табличка какому колено но идет жребий и дальше по точно так же внутри колена по жребию делилась между семьями и так далее теперь колено леви значит здесь перечисляется колено леви сколько их было колено леви опять они перечисляются этот колено священников идет родословная что был там например машера бейну родился арон у арона родились сыновья четыре сына было арона надо в авиу и лазар и тамар и умер надо в авиу старших два сына умерли у него когда они принесли чужой огонь значит перед богом теперь колено леви нам дали очень такую короткую но очень четкую описание как суть колено леви из-за того что они были колено священников то даже у арона первосвященника который был вообще святей он заходил святая святых он был не ну невероятно святейший человек но его два сына которые тоже заходили вместе с ним приносили они жертвоприношения воскурения когда они приблизились и сделали что-то не так они погибли то есть кто-то мог сказать да типа им повезло колено леви они землю не должны обрабатывать им дают все десятую часть все в этом мире за все надо платить то есть ты здесь получил здесь ты за это заплатил у арона у самого святого из всех святых у него два сына умерли именно когда они занимались жертвоприношениями то есть там чем больше ответственность тем больше и в плюс и в минус дальше дальше рассказывается о том что из того поколения никого не осталось кроме калева и ушуа бенуна и последний сегодняшний отрывок он на про феминизм он конкретно это самая феминистическая история втория хотя не самая если рассмотреть вообще всю тору то тора очень такая проводит линию что женщины очень имеют свое мнение и мало этого их мнения когда она расходилась даже с мнениями про отцов то они все равно их жены умели настоять на своем иногда это заканчивалось плюс иногда заканчивалось минус но как бы показано нам что женщины имели очень большой вес а здесь рассказывается интересная вещь что подходят к маша рабы но подходят приблизились маша рабы но дочери салавхада был какой-то человек который звали вот салавхад сын хефера сын деляда сын махира сын минаши из семьи минаши сына юсефа и подходят пять дочек вот имена пяти дочек махла ноа хагла милка и тирца и они предстали они перед маше и говорят и перед элязаром это сына рона первосвященник и говорят вот и перед всеми князьями да которые были управляющие главные в народе израиля и говорят папа наш умер пустыне и но не было никаких преступлений он не делал ничего и пожалуйста не было у него сына так что теперь мы остаемся без земли а наследовали то сыновья и написано машине знал что им ответить воикрав маша от мишпатан и маша приблизил их вот этот вот вопрос перед богом какой был ответ мы узнаем завтра мы узнаем завтра что мы отсюда учим давайте что мы отсюда учим вот то что мне сегодня открылась невероятная вещь значит смотрите есть три главных фактора которые влияют на судьбу человека три важнейших фактора из которых складывается судьба каждого из нас это мы учим отсюда первый фактор это на халатовод это наследство отцов у каждого из нас есть генетика каждый родился в какой-то семье в каком-то месте в каком-то городе в каком-то в какой-то стране в какую-то эпоху и это то что от нас не зависит генетика это очень важнейший влияющий фактор поэтому когда делили землю в земле израиля делили по по тем людям которые вышли из египта у одного 5 сыновей у другого два сына та семья получит больше та семья получит меньше то есть это все факторы которые называются генетика наследственность тут и не может ничего повлиять то есть те кто родились у арона они стали они стали священниками ничего не сделаешь родился не в семье арона священником быть не можешь даже если ты его внук но на тот момент когда бог сказал арон его сыновья и те кто родятся после даже пинкас который был его внук он не был священником пока не произошло чудо прямое вмешательство всевышнего теперь но мы же не можем рассчитывать на прямое вмешательство всевышнего каждый день какие то чтобы он делал ради каждого из нас чудеса и есть второй фактор который мы видим здесь от которого зависит жизнь каждого человека в отдельности второй фактор называется горали жребий значит в данный момент времени есть у каждого из нас то что называется мозаль судьба и этот мозаль он меняется тора нам говорит например меняешь имя меняешь судьбу меняешь место жительства меняешь судьбу хазар быть шуба то есть вернулся раскаялся в чем-то меняешь судьбу женился меняешь судьбу то есть есть множество инструментов которые меняют вот этот вот поток судьбы который идет на тебя, мозаль это называется на иврите, желают мозаль то, чтобы у тебя был, чтобы был у тебя хороший, добрый мозаль, чтобы тебе везло. Я по себе могу сказать, бывают дни, когда вообще не везет, вот просто, вообще, вот просто, что не делаешь, вообще не складывается, вот так, одно за другим, прям как рушится, как домино, как карточный домик все падает. Бывают дни, когда вообще просто вот прет тебе в этот день и все, да, от чего это зависит? Значит, мозаль, сложно нам увидеть вот эти духовные корни, но есть. Теперь, значит, это второй фактор, значит, есть фактор наследственность, есть фактор мозаль, жеребий, гораль, то, что мы видим в этой главе, как они делили землю, по домам отцов и по горалю. Есть третий фактор, третий фактор мы видим здесь, особенно у людей, которые чем-то ближе к Богу, тем третий фактор сильнее влияет на твою жизнь. Этот фактор называется личная ответственность. Личная ответственность за каждое твое действие, когда ты на каждое действие получаешь ответ. То есть это третий фактор. Вот есть три фактора, определяющих жизнь человека, судьбу его, то, что с ним происходит. Откуда мы здесь видим этот фактор? Мы видим этот фактор из сыновей Аарона. Сыновья Аарона, Надавы Авигу, у них была хорошая наследственность. Они были племянники Мошера Бейну, сыновья Аарона. Они были святые. Они были святые. Говорят, что они были по уровню больше даже, чем Аарон и Мошера Бейну. И они, это называется, одна из причин того, что они погибли, что они возгордились. И они говорят, когда уже умрут эти старое поколение, чтобы мы заняли их место. Есть такое, как бы, одно из мнений, почему они умерли. Есть мнение, что они умерли, потому что они зашли выпившие, они выпили вина, и в этот момент, зайдя в святая святых, значит, их разрушил этот духовный свет, и они погибли из-за этого. Но в любом случае, причиной того, что они погибли, был их поступок. То, что они сделали, было причиной того, что они в этот момент погибли. Это третий фактор, который влияет на каждого из нас, личная ответственность за каждое конкретное действие, которое мы делаем, за каждое конкретное действие, конкретное слово. Но это один из трех факторов. То есть, наследственность, генетика, заслуга отцов. Второе, это гораль. Какая у тебя сегодня судьба? Судьба, она складывается, например, она складывается... Вот я расскажу пример очень меня... Когда-то он меня очень удивил, этот пример. Значит, был один электрик. Есть целые огромные исследования, которые исследуют, как, например, люди выигрывают в лотерею. И в одном из исследований, как люди выигрывали в лотерею, значит, исследовали каждого из них. Что кто делал, как, почему купил билет, как, где, что... Хотели понять закономерности. И вот в одном из этих исследований такой случай приводился, что был один электрик, и он пришел на работу с напарником. И смена, которая работала до них, они как-то неправильно оставили, соединили провода. И когда этот электрик открыл коробку эту, начал там что-то делать, его ударило током огромной мощности, он улетел и, значит, очнулся живой. Его напарник ему говорит, слушай, у тебя сегодня день, просто твой день. День чудес. Если ты остался жив, все, используй, говорит, его по полной. Едь, говорит, купи билет. Купи билет в лотерею. Тебе прет сегодня, да? И он поехал, купил билет и выиграл. Бывают дни, когда прет, бывают дни, когда не прет. Но третий фактор, который влияет на дни, когда не прет, ты можешь остаться дома, ты можешь в день, когда не прет, просто начать молиться, учиться, просить Всевышнего, отдавать сдаку. Можешь лечь спать, когда тебе не прет. Можешь переехать в другой город, значит, и поменять судьбу. Можешь поменять имя, взять себе имя. Так, сегодня у меня не прет, сегодня я буду в Минахе Мендов, например. Смотришь, прет, не прет, думаешь, о, поперла. Значит, буду и дальше в Минахе Мендов. Закончилось, там, например, чувствуешь, белая полоса заканчивается. Берешь имя, там, Йосиф Ицкак, хорошее имя, это предыдущие Рэбы. Можно идти через имя, Рэбы. Смотреть надо, все тестировать. Хорошо, это была шутка. Все, это то, что мы сегодня выучили из дочерей Цалавхада. Мы тоже видим тот же самый принцип. Они были дочери Цалавхада этого. Им не досталось, как бы, изначально им по закону, который все знали, им было не положено наследство. И они сели и подумали, ну, вроде как, нам не положено. Теперь, но какой наш личный выбор? Мы пойдем, будем бороться за свои права. Пошли они, значит, к Машера Бейну, говорят, почему нам не положено? Ну, как бы, не очень справедливо. Устная Тора говорит, что они были очень умные. Они говорят, а если наша мама сейчас выйдет замуж за брата? Там у них была целая такая комбинация, которую они сказали Машера Бейну в своем вопросе. Машера Бейну говорит, надо спросить у Всевышнего. И вот здесь мы видим третий фактор, гораль. То есть мы видим, опять три фактора сошлись. Наследство. У них было потенциально наследство от отца на дел земли. Потенциально. Второе, их действия. Они могли пойти, могли не пойти. Они выбрали пойти. Их ответственность. Третье, мы ждем сейчас решения Всевышнего. Гораль. Гораль это жребий. Что Всевышний скажет в этой ситуации, мы узнаем завтра. Понятно. Теперь, значит, это у нас то, что мы недельную главу поучили, как работает мир. Теперь мы учим, а как в этом мире действовать. Книга Мишлей, притчи царя Соломона. Это книга, которая рассказывает, как действовать в этом мире. От мудрейшего из людей царь Соломон, который знал всю Тору. Который был тоже пророк. И который передал нам это знание в трех книгах. Притчи. Каэлит Экклезиаст. И песнь песней. И вот, значит, сегодняшняя четвертая глава. Четвертая июля. День независимости США. Поздравляю вас с Днем независимости США. И здесь есть очень известный отрывок, который, говорят, он часть многих молитв. Второй отрывок четвертой главы. Говорит Бог. Опять начинается глава. Шиму Баним Мусар Аф. Слушайте сыновья наставления отца. То есть, сын, любой человек, который слушает Мишлей и становится, становится именно не просто услышал и все. Он говорит, я буду делать. Бог сказал царю Соломону, царь Соломон передал мне, я буду все это делать, все. Может называть царя Соломона папой. То есть, вы можете себе взять имя Менахим Мендал Соломонович. Потому что он прям так и говорит. Слушайте сыновья наставления отца. Вы Акшиву послушайте Лида Адбина, чтобы познать логику и сообразительность. То есть, он говорит, прислушайтесь. Я вам сейчас открою такие вещи, которые вы в другом месте никак не узнаете. Второй отрывок. Я дал вам урок очень-очень хороший, добрый. Я дал вам Торати, Тору Маю. То есть, еще раз подчеркивает Всевышний. И царь Соломон, который принял полностью Тору, он был как проводник Торы от Всевышнего. И он говорит, Торати, Тора, она, это мысль Всевышнего. Это идея Всевышнего. Это желание Всевышнего. То есть, когда ты принимаешь Тору, Тора называется не просто Тора учение. Бог говорит, Торати, Тору Маю, Альта Азову, не оставляйте ее. Дальше идет много очень полезных вещей. Как учить Тору, как ее понять, как ее принять, как ее на сердце записать, чтобы вместо песен «Звезти кострами синей ночи» или там, значит, «О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя, сына!» Чем заполнена голова обычного человека? Какими-то песнями, сказками, значит, «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Все это мы помним, а вместо этого нужно заполнить свое мышление Торой. Потому что все эти «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» и там есть слова такие, «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино». Ну что это за песня такая? Чем он должен прилететь в голубом вертолете? Теперь я хотел бы сегодня остановиться, так как у нас урок достаточно короткий, хотел бы остановиться на отрывки 22, 23 и 24. Значит, 22 отрывок. Я, кстати, эти отрывки с комментарием отправил в канал Вайкра в Телеграме. Пожалуйста, подпишитесь, зайдите в Телеграм, наберите Вайкра в Телеграме, подпишитесь. Там я размещаю эти отрывки с комментариями, которые мы потом разбираем на уроке. И там же есть записи всех уроков, аудиозаписи, видеозаписи. Все, что мы делаем, есть в канале Вайкра в Телеграме. И вот, 22 отрывок звучит так. «Ти хаим эм лемуцеем, жизни они для тех, кто их нашел, слова Торы, улеколь басаром арпе, и для каждого мяса излечения». Дословно переводится. «Для каждой плоти излечения». Значит, перевод. «Хаим жизни». Вы видите, нет слова «жизнь». Есть слово «жизни». Потому что подразумевается, что если человек живет здесь, его тело, то у него потенциально есть жизнь в духовном мире. И поэтому «я тебе желаю жизни долгим», говорят Хаима Руким. «Лэ хаим для жизней». Когда мы выпиваем, мы говорим «для жизней». Не для жизни, а для жизней во множественном числе. Теперь, говорит царь Самон, жизни они для тех, кто их нашел. То есть тот, кто нашел слова Торы, он присоединяется к источнику мудрости, духовности от Всевышнего. И для каждой плоти излечения. А при чем тут плоть? Вот как раз при том, что ученые сегодня доказали, что все, что есть сегодня у нас, это огромное влияние, есть такое, что называется психосоматика. То есть все, что у человека в голове, отражается на его теле. Есть целая система, был такой Георгий Сытин. Георгий Сытин был такой человек, который, он разговаривал со своими органами. Он из инвалида, который вообще был медициной неизлечимый. Он выздоровел, прожил там 90 с чем-то лет, в 70 с чем-то лет у него сын родился. Причем он лечил себя только словами. И других людей словами называется его система «настрой Сытина». И он беседовал со своим телом, с органами, со Всевышним. В общем, он все уговаривал, чтобы все работало. И у него все работало. Значит, до глубокой-глубокой старости умер он уже за 90 лет. Как раз правильные слова, которые звучат в голове, они вызывают в теле излечение. Слова негативные, слова, которые имеют, есть, у меня статья есть на портале 5сфер. Вот если вы поищите, называется, или я вам сброшу тоже в канал ВАИКРА, в телеграме, сброшу эту статью. Исследование психотерапевта, какого-то известного психотерапевта. Он пишет слова «разрушающие здоровье». И он там конкретно приводит, какие выражения, что в теле разрушают. Если вы почитаете, какие разрушения, что в теле разрушают, вы, может быть, найдете то, что именно вы говорите достаточно часто, по много раз в день. Двадцать третий отрывок. Дальше он говорит, продолжает эту мысль и углубляет ее. Он говорит, больше всего сохраняй свое сердце. Это самое главное, храни свое мышление. Потому что из него, тоцаот Каим, все, тоцаот это, тоцаот, значит, последствия. Тоцаот это последствия. Вся твоя жизнь, последствия того, что у тебя в сердце. Поэтому больше всего охраняй свое мышление. Потому что из него все следствия в твоей жизни, все, что у тебя есть, это следствия твоего мышления. А что значит его охранять? 24-й отрывок нам об этом сообщает. Асер мимха и кшут пе, убери от себя грубые слова, вы лязуд сватаем архек мимеха, и насмешничество, все вот это вот скептицизм, негативизм и так далее, отдали от тебя. Значит, что имеется в виду? Вот смотрите, человек, он слышит какую-то информацию, да? Он ее услышал, опять же, он же слышит с детства информацию, там бедненький или там Вовочка до 5 лет думал, что его зовут, заткнись. Кого-то в детстве там тиранили, учителя, воспитатели, родители, и этот голос зашел человеку в голову. Кого-то в детстве жалели, и этот голос зашел человеку в голову. Кого-то в детстве все время предупреждали, что будет опасно, там опасно, там опасно, там опасно, заболеешь, умрешь там, не дай бог. Украдут, собака съест, милиционер заберет, цыгане украдут. Я слышал много вариаций воспитательных, которые рушили людям голову. То есть в детстве там ленивые бабушки говорили, отойдешь с площадки, тебя украдут цыгане, сделают из тебя пирожок. А ребенок-то запомнил, он потом ночью не спит и представляет себе, как из него делают пирожок. Теперь все это в голову записывается. И как невозможно стереть взветий с кострами синие ночи, так же невозможно стереть, что цыгане украдут, сделают из тебя пирожок. Только все эти голоса у человека звучат в голове, звучат они в голове, особенно в моменты, когда он слышит что-то похожее, происходит активация. И вот он посмотрел новости, убили, убили, разрушили дроны, отравились, отравились, умерло 36 человек, я до сих пор помню, я иногда смотрю заголовки, смотрю новости тоже. 36 человек отравились новичком, не новичком, они отравились мистером Сидром, да, и умерли. Ну зачем мне эта информация, ну зачем? Но эта информация сразу же активизирует у меня все, что я знаю про опасности, про смерти и так далее. Хотя за это время каждый день в мире умирает 150 тысяч человек, каждый день просто не умирает, вот статистика, 150 тысяч человек в среднем умирает в день в мире. И что? Если я начинаю в свое мышление впускать негатив, то это как яд распространяется, дальше оно распространяется на мышление, дальше оно распространяется на Тоцао Тахаим, вот эти вот последствия, последствия, которые есть в жизни, это и называется последствия Тоцао Тахаим, то, что есть в жизни. И вдруг не везет, вдруг то, вдруг все, скандалы, конфликты, поругался, заплакал, депрессия, это все следствие вот этого вот мышления, которое нужно беречь больше всего. А как его беречь, если оно не останавливается? И ответ очень простой. Доброе учение дал я вам, Тору мою, не оставляйте ее. То есть ты можешь, мышление оно не может быть пустым, оно постоянно требует как пищу какую-то, оно постоянно крутится, крутится, крутится. И вот если вы говорите, о, отлично, я сейчас целый день сегодня буду учить Мишлей, закажу книжку, буду сидеть, сегодня 4 июля, все, пока наизусть я не выучу 25 отрывков 4 главы, я не встану. И вы учите эти отрывки, потом вы эти отрывки повторяете, потом вы думаете, а дальше что мне делать? Конечно, что мне делать? Вот у вас есть Тицур Шулханарух, Шулханарух, у вас есть недельная глава, Талмуд, Псалмы царя Давида, помолиться, пойти кому-то помочь и выполнить заповедь. То есть Бог специально сделал огромную-огромную тору и заповеди для того, чтобы было чем заниматься. Или работать, когда человек работает, решает какую-то задачу конкретную или занимается спортом, то его мозг, он не жирает сам себя. Но как только ты его пускаешь на режим пустоты, как бы человек просто, мидботель это называется, пустота, ну чем заняться? Ну, по серфу, по лажу, по то, по то, по то, тут же все, мусор пошел в голову, включил негативные программы, все, жди негативных последствий, они придут. Поэтому я вам желаю очень сильно, чтобы, значит, пожелание такое, чтобы мы все, я, вы и все окружение учили тору, соединялись со Всевышним, получали от Всевышнего конкретные знания, как все работает. И делали добро, делали добро, делали добрые дела, делали заповеди. И чтобы Всевышний давал за это каждому из нас хорошие условия жизни. Здоровое тело, как он сказал уже, мы сегодня читали, что слова Торы – излечение для тела. Дальше, чтобы он нам давал хорошее отношение, шалом. Мы вчера учили, что слова Торы – долгие дни и годы жизни, и шалом добавят тебе. Все, это то, что я вам желаю. Удачи, успехов и до завтра. Заходите, пожалуйста, на канал ВАИКРА в Телеграме. Там много дополнительных материалов. Есть отдельный у нас бот, который называется ВАИКРА. Жизнь по Торе. Там циклы уроков. Уже у нас есть очень много уроков. Цикл уроков. Семь уроков про молитву по 10 минут. Посмотрите, у вас молитва будет тогда просто, ну, профессионально, профессионал. Цикл уроков. Моих есть семь уроков, где я рассказываю про самые основные заповеди по 10 минут. Как их делать, зачем, почему и так далее. Есть бот Любавичского Рэбэ, 365 советов Любавичского Рэбэ. Пожалуйста, заходите. Совет на сегодня. Случайный совет. Бот Мишлей, опять же, вы можете все отрывки Мишлей там с комментариями посмотреть, поучить, послать кому-то, поделиться. Есть чем заниматься. Все, удачи, успехов и до завтра.